В России гриппа нет, по крайней мере пока. Об этом заявляет Федеральный Минздрав в своем еженедельном бюллетене. Среди исследованных проб обнаружить именно этот вирус не удалось, однако эпидемиологи считают, что это вовсе не повод расслабляться. Мы на сегодняшний день активизацию эпидемического процесса видим. Мы видим, что в странах, в других странах, вообще по земному шару, циркуляция вирусов гриппа, она существует, идут вспышки, идет эпидемическое распространение гриппа, новых вариантов гриппа, и к этому надо быть готовым. А вот именно с готовностью у нас проблема. Все дело в иммунитете, коллективном и индивидуальном. С ним злую шутку сыграло то, что в последнее время болезнь до нашей страны не добиралась. Мы два года практически прожили без гриппа, и у населения, в общем-то, иммунной прослойки для гриппа не осталось. Потому что то, что мы проводим иммунизацию, это где-то около года сохраняется иммунитет. Поэтому сейчас мы к гриппу, к тому гриппу, который к нам придет, может прийти и начать эпидемическое распространение, мы как население, в общем-то, интактное, мы, в общем-то, не готовы, если не привьемся. Прививочная кампания против гриппа началась еще летом. Тогда, в августе, в республику поступило больше 120 тысяч доз вакцины. В сентябре это количество перевалило за 200 тысяч. Мы получили дополнительно 80 тысяч доз вакцины от гриппа взрослой, 36,5 тысяч доз вакцины детской для вакцинации нашего населения. Вакцинация по гриппу идет хорошими, такими, средними темпами. На сегодняшний день от плана у нас вакцинировано 32 тысячи человек. Это цифры конца прошлой недели. Сейчас, учитывая, цитата, хорошие средние темпы, они ожидаемо больше. При этом вакцинация от коронавирусной инфекции тоже не прекращается. Процессы идут параллельно. Та вакцина, которая сейчас поступает, я надеюсь, что население правильно поймет, придет, привьется, привьет своих детей. И тогда мы будем, в общем-то, защищены как против одной инфекции, так и против другой инфекции. Тем более, что мы говорим о том, что можно одновременно, об этом тоже неоднократно говорилось, одновременно делать прививку, иммунизацию, естественно, разными шприцами, в разные места, но одновременно и против гриппа, и против новой коронавирусной инфекции. Такую одновременную иммунизацию Всемирная организация здравоохранения поддерживает. Для тех же, кто не готов пока смешивать вакцины в своем организме, схема остается прежней. Сначала одна прививка, через месяц другая. Павел Степенко, Евгений Фролкин. Наши новости.